Я сначала играл на таких более современных вариандах вандурии. Так как многие инструменты хотели совершенствовать, хотели приблизить к классической музыке. Но я знал, что есть старинная музыка. Просто у нас никто её не исполнял даже. Но исполняли такие уже варианты этой старинной музыки. Скажем, мой отец, дедушка-то это не знали. Они знали старинные песни, но играли уже на более современных инструментах. Я смотрел на то, что фольклористы записывали сто лет назад. И даже пробовал на своем инструменте, но ничего не понимая. А потом мой товарищ, один бандерист тоже, был несколько месяцев в Киеве. Еще это было около 80-го года. Конец 70-х, 80-х годов. И там познакомился со стареньким человеком, который играл на таком инструменте. И пел старинные песни. Ему уже было более 80 лет. Он изучил свои песни и игру от одного из знанных этих Кабзариев Слепцов в 20-х годах. Потом они всех Слепцов убрали за Сталина. А этот тогда молодой человек, который изучил эти песни от него, он просто работал много лет в России, а потом уже в старости возвратился в Киев, и увидел, что он последний, чтобы его больше никто не знал. Он начал тогда брать студентов и показывать, что он такое. И тогда мы сделали несколько таких инструментов. Это мой друг показал то, что он научился. Мы на записи слухали его вчителя. И это была самая первая песня, которую изучил Святой Репертуар. Старинная степная песня. О, Юпулина, Могиле О, Юпулина, Могиле О, Юпулина, Могиле Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»